Всем привет, ребята! Мы продолжаем наши дистанционные занятия. Сегодня у нас алгебра и тема сегодняшнего урока – графический способ. Перед нами сегодня стоит цель научиться решать систему уравнений графическим способом. Мы с вами говорили, чтобы решить систему линейных уравнений, нужно знать методы или способы. Мы умеем решать систему методом подстановки, методом алгебраического сложения. И обратите внимание, что пока мы говорили только о линейных уравнений вида АХ плюс БУ равно С. Каждое из уравнений системы является линейным, только разные коэффициенты, первые неизвестные. У такого уравнения мы можем построить график. Значит, решить задачу, вернее, систему графическим способом. То есть, перед нами стоит задача найти пару x, y, при подстановке которой в систему обращает каждое уравнение верная равенство. Пара x, y. x, y – это точка на координатной плоскости. Таким образом, решить систему значит найти общую точку пересечения двух графиков. Если их построить, сколько может быть решения в этом случае? Мы говорили, решить систему значит найти все ее решения или установить их, что их нет. Давайте вспомним, как могут располагаться два графика друг по отношению к другу. Они могут пересекаться. Если они пересекаются, значит они имеют одну общую точку, значит одно решение. Если графики параллельны, вспоминаем условия параллельности прямых, значит мы говорим, что решений нет. У них нет общих точек, нет точек соприкосновения. И графики могут совпадать. А вот если графики совпадают, значит система будет иметь множество решений. Каждая точечка одной прямой будет совпадать с точкой другой прямой. Поэтому их будет много. Их напрямую может быть огромное множество. Поэтому давайте начнем с того, что определим по виду уравнения, сколько решений имеет каждая система. Ребята, нам нужно решить пример и ответить на вопрос, сколько решений имеет каждая система. Обращаю внимание ваше, что нам не надо найти решение системы. Нам надо только ответить на вопрос, сколько имеет решений. Для этого давайте представим наше каждое уравнение в виде функции. То есть некоторые зависимости y от x. Для этого мы с вами что сделаем? Перенесем y вправо, а 11 влево. И запишем так, чтобы y оказался слева. Итак, пишем y, когда мы его переносили, он поменял знак, 2x минус 11. Во втором уравне не проще. Нам надо просто 3x перенести в левую часть. y равен, он в левой части остается, минус 3x плюс 13. Получились два уравнения, записанные в виде зависимости. y от x. Давайте посмотрим, как же будут себя вести графики этих функций. И первое уравнение, и второе – это линейные уравнения. Поэтому графиком является прямая. Посмотрим на коэффициенты. Для того, чтобы прямые были параллельны, мы с вами говорили, что у них должны быть одинаковые коэффициенты. Коэффициенты разные. Следовательно, можно сделать вывод, что графики не будут параллельны. А если они не будут параллельны, значит они пересекаются. Прямые могут пересекаться только в одной точке. Поэтому количество решений можно указать сразу. Одно решение. Решим. Еще один пример. Здесь поступим точно таким образом. Выразим y через x. 5y равен 2x минус 24. Это в первом уравнении. И во втором уравнении 2y равен минус 3x плюс 3. Итак, возле у должен быть коэффициент равный единице. Поэтому разделим обе части уравнения на коэффициент, стоящий при у. Тогда получается у равен 2 пятых х минус 24 пятых. И здесь y равен минус 3 вторых х плюс 3 вторых. Обратите внимание, мне здесь даже не надо выполнять действие до конца, как я обычно вам говорила. Если получается дробь, то нужно ее записать в виде десятичной, конечной десятичной дроби. Почему? Ну, потому что нас спрашивают, сколько решений. А для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на коэффициенты и их сравнить. Итак, 2 пятых не равно минус 3 вторых. Поэтому мы делаем вывод, что система имеет одно решение. То есть наши графики пересекутся только в одной точке. Еще одна система, ребята. Выразим y через xy равен минус 2x плюс 7. А во втором уравнении сначала выражаем 4у. Переносим 8х плюс 1 в правой части. Первое уравнение у нас остается без изменения. А во втором разделим обе части уравнения на 4, чтобы коэффициент при у остался единицы. Итак, получается минус 2х плюс 1 четвертая. Что мы можем сказать об этих графиках? У них коэффициенты равные, значит, они параллельны. Ну, а о параллельности также говорит. У них различные свободные члены. То есть один график сдвинут по оси y на 7 единиц, а один на 0,25 или на 1 четвертую. Поэтому мы можем говорить, что эти графики будут параллельны. А если они параллельны, значит, можно сделать вывод, что у них нет общих точек пересечения. Данная система не имеет решения. Нет решений. Решим еще одну систему. Итак, выразим y через x. Итак, получается y равен... Мы y принесли вправо, но записываем его слева. Получается 3х минус 5. Второе уравнение минус 2у равен 6х минус 10. Разделим обе части во втором уравнении на коэффициент при у. Первое переписываем без изменения. Во втором получаем 3х минус 5. Посмотрите, пожалуйста, на первый взгляд можно было не заметить, что это два абсолютно одинаковых уравнения. У них одинаковые коэффициенты параллельны. У них сдвиг по оси y вниз идет одинаковое количество единичных клеточек, то есть на 5 единиц вниз и первое и второе. То они, получается, эти прямые совпадут. Тогда каждая точка одной прямой совпадет с каждой точкой прямой второй. Запишем, бесконечно много решений. Итак, ребят, мы с вами научились определять по внешнему виду наших уравнений в системе, определять количество решений в нашей системе. Приступим непосредственно к самому методу. Итак, ребят, давайте посмотрим на первый пример. Нам необходимо решить систему графическим способом. Мы знаем, что для того, чтобы решить графическим способом, необходимо выразить переменную y через x. Давайте это и сделаем. y равен и минус x плюс 2. Во втором случае y равен, переносим y вправо, x минус 4. Итак, у нас получилось два уравнения, которые мы выразили y через x. Значит, сделаем первый шаг. Построим график функции y равняется минус x плюс 2. Мы уже умеем с вами строить. Мы знаем, что графиком функции, линейной функции является прямая. Для того, чтобы построить прямую, нам достаточно две точки. Третью точку мы берем, как правило, для проверки x, y. x у нас независимая переменная, поэтому мы берем ее произвольно. Ну, например, x равен нулю. Подставляем сюда в уравнение. Получается y равен 2. Возьмем x, например, равное 3. Минус 3 плюс 2. Получается минус 1. Итак, двух точек достаточно. Давайте построим его на графике. Как я отметила точки, посмотрите, пожалуйста, 0, 2 и точка 3 минус 1. Проведем прямую через эти две точки. Вот у нас получилась какая прямая. Давайте подпишем эту прямую. y равняется минус x плюс 2. Обращаю ваше внимание, это мы повторяем, что коэффициент при переменной x отрицательный. Угол между положительным направлением и прямой тупой. Поэтому, вот видите, мы можем себя даже проверить, правильно мы сделали или нет. Итак, давайте построим вторую прямую. y равняется x минус 4. Опять зададим переменные x и y. Вы пишите в тетрадках точно, а также каждый шаг выделяем. Например, x равно 0, y будет равен минус 4. Ну и, например, x равно 2, y будет равен минус 2. Покажем эти точки на нашей координатной плоскости и построим сразу график. Построили мы вот эти точки 0, минус 4 и еще одна точка 2, минус 2. И через эти две точки провели прямую. И подпишем график y равняется, это график был, x минус 4. А теперь посмотрите, ребята, наши графики имеют общую точку. Я обозначу эту точку, например, точку c. Мы можем об этом сказать. Вот точка пересечения этих графиков будет точка с координатой 3, минус 1. Тогда запишем. И вы у себя в тетрадях тоже. Из графика видно, что точка пересечения 3, минус 1. Это как раз координата точки с 3, минус 1. Необходимо записать, не забыть, ответ. Ответ 3, минус 1. Данное решение нашей системы. Скажите, ребята, решая графическим методом, вам сложнее или проще решать данную систему? Вроде бы на первый взгляд методом графическим решается проще. А давайте решим еще одну систему. Попробуем решить, используя тот алгоритм, который, в общем-то, у нас уже с вами получился. Первым шагом мы должны выразить у через х. Вот так и делаем. Выражаем. 2у равен минус 3х. Не забываем про знак минус, ребята. Плюс 2. Во втором уравнении 2у перенесем вправо, чтобы сразу был знак положительный. То есть получается 2у. А сюда перенесем 5. 3х минус 5. Затем разделим обе части уравнения на 2. И в первом и во втором уравнении. Тогда получим наше уравнение. у равно минус 3 вторых или минус 1,5х плюс 1. А во втором уравнении у будет равен 1,5х минус 2,5. Вы видите, ребята, что у нас получилось. Коэффициенты противоположные. Можно было бы решить методом сложения. Но перед нами стоит задача решить систему графическим способом. Поэтому поступаем по алгоритму. Итак, первый шаг. Построим график функции. у равняется минус 1,5х плюс 1. Опять задаем значение х и у. Задаем х, вернее, х будет равно 0, у будет равен 1. Или, например, х равно 2, а у будет равен минус 2. Давайте сразу и зададим значение для второго. И сразу все построим на графике. Получается, значит, второе уравнение 1,5хх минус 2,5. Получается х и у. Даем два значения х будет, например, равно 0, минус 2,5, будет равен 2, у. И здесь мы возьмем, например, равное 2. 3, 3 минус 2,5 получается 0,5. Построим график. Давайте посмотрим. Значит, точка 0,1, 0,1. У меня цена деления, одна клеточка, 2 единицы. Поэтому единичка – это посередине. Дальше. 2 минус 2. 2 минус 2. Вот она точка. 2 минус 2. Поэтому графиком функции у равняется минус 1,5х плюс 1. Это будет вот эта прямая. Хорошо. Давайте посмотрим на следующую точечку. 0,0х равен 0, у равен минус 2,5. 0 и 2,5. Единица была где-то здесь. Приблизительно полови четверть. Это будет как раз клеточки. Это будет как раз эта точка. Затем строим вторую. 2 минус 0,5. То есть это получается четверть от 2. Там было чуть больше, здесь меньше, четверть от клеточки. Итак, получается, провели прямую. И у нас эта прямая будет у равняется 1,5х минус 2,5. Минус 2,5. Обращаю ваше внимание. Значит, у меня графики подписаны. Это я для вас подчеркиваю. Вам этого в кружочке брать не надо. Заданы положительные направления. Цена деления расписана. По крайней мере, у вас должно быть обязательно показано цена деления по оси Х и цена деления по оси У. Достаточно одной, а потом только отмечать те точки, которые вы взяли. Приступим. Получается, я уже сразу отметила точку пересечения этих двух графиков. При точке пересечения, вот она, точка С. Итак, запишем в решение следующее. Из графика видно, что есть точка пересечения. А чему эта точка будет равна? Так, ну вот смотрите, вот здесь начинается проблема. Я говорила, что полклеточки – это единичка. А здесь еще чуть-чуть. Трудно определить. А здесь что? А здесь получается, по-моему, меньше, чем половина клетки. Давайте, если вот мы опустим, чтобы определить координаты этой точки, опустим перпендикуляры, у меня не очень хорошо получается, на оси Х и ось У. И вот эти точки нам надо определить. То есть здесь, ну, чуть больше единицы, да? А здесь, по-моему, до единицы даже не доходит. Видите, получается, что мы не можем точно сказать. Точное решение, ну, приблизительно. Из графика видно, что точка пересечения графика является точкой, ну, напишу 1,2 и 0,8. Но я не уверена, что это значение, если я подставлю в нашу систему, то есть сделаю проверку, я получу точные значения. Поэтому они очень приблизительные, эти значения. Отсюда следует, что метод графики не всегда будет нам удобен. Он не дает нам точное решение. Не всегда, вернее, дает нам точное решение. Поэтому я считаю, что данный метод не очень удобен для решения. Решая систему, ребята, мы с вами пришли к некоторому алгоритму решения. То есть есть последовательность действий, которые можно соблюдать при решении систем графическим методом. Итак, что нужно сделать первое? Выразить y через x в каждом уравнении. Затем определить вид графика каждого уравнения. То есть мы говорим о том, в нашем случае это линейное уравнение. Графиком функции является прямая. И построить эти графики. Потом найти координаты пересечения графика. Если точек пересечения нет, то система не имеет. Или при совпадении графиков решений бесконечно много. И потом, после того, когда мы определили координаты точку пересечения, записать ответ. Но ответ не всегда может быть точным. Он может быть приблизительным. С погрешностью. Поэтому метод графический – это исключительный метод. Как правило, им пользуются тогда, когда в условии вас об этом просят. Или по-другому решить невозможно. Но это будет в старших классах. Итак, мы познакомились с вами тремя способами решения систем. Но для чего системы нужны? Иногда бывают текстовые задачи, которые проще решаются с помощью одного уравнения с одним неизвестным. А иногда бывают задачи, которые решить легче с помощью системы двух уравнений с двумя неизвестными. Примером такой задачи является задача из учебника 653. Давайте рассмотрим. Итак, ученик за три тетради и два карандаша уплатил 6 рублей 60 копеек. Другой ученик за такие же две тетради и два карандаша уплатил 4 рубля 60 копеек. Найти цену тетради и карандаша. Как и любую задачу, необходимо сделать осмысление, что происходит в задаче. Давайте посмотрим. И сразу запишем решение. Посмотрите, пожалуйста. Первая часть задачи. Ученик за три тетради и два карандаша уплатил 6 рублей 60 копеек. Что такое тетради и карандаши? 3,2 это количество. А 6 рублей 60 копеек это стоимость. То есть в данном случае можно сказать, что задача будет в стоимости. Посмотрите, что спрашивается в задаче. В задаче спрашивается найти цену тетради и карандаша. Как и решая задачи на составление уравнений, мы смотрели вам, что спрашиваю в задаче, чтобы взять за переменную. Вот тут точно так же мы видим, что за переменную можно взять цену тетради и карандаша. Давайте составим табличку по задаче. В первой части задачи говорится о тетради и карандашах. Сколько было тетрадей и карандашей? То есть первая колоночка это количество тетради и карандашей. Количество измеряется в штуках. Поэтому мы сразу единицу измерения пишем вверху, чтобы не записывать ее в табличке. У нас было 3 тетради и 2 карандаша. То мы знаем о цене товара. Цена товара нам неизвестна, ее нам надо найти. Цена измеряется в рублях. Значит мы можем взять за х цена за одну тетрадь, а у цена за один карандаш. Тогда за все тетради стоимость, тоже в рублях, заплатят 3х рублей, а за карандаши 2у. По условию задачи мы знаем, что 3 тетради и 2 карандаша заплатили всего 6 рублей 60 копеек. Так как в задаче мы используем единицы измерения рубль, то 6 рублей 60 копеек надо перевести в рубли. Это будет 6,6 рубля. Теперь мы можем составить первое уравнение. Стоимость тетрадей плюс стоимость карандашей. Стоимость карандашей даст нам 6 рублей 60 копеек. Давайте посмотрим на вторую часть задачи. Другой ученик за такие же 2 тетради и 2 карандаша уплатил 4 рубля 60 копеек. Итак, построим табличку. Во второй части задачи тоже говорится о тетрадях и карандашах. И опять же есть количество измеряющихся в штуках. Цена за единицу в рублях. И стоимость тоже в рублях. Давайте заполним табличку из второй части уравнения. Другой ученик за такие же, то есть цена за одну тетрадь и за карандаш одинаковая. Поэтому мы уже обозначили через х цена тетрадей, а за у цена карандашей. Две тетради и два карандаша. Это их количество. Эти две колонки дают нам право заполнить третью. Чтобы найти стоимость, нужно количество умножить на цену. То есть 2х. А карандаши стоили 2у. И по условию мы знаем, что за две тетради и два карандаша уплатили 4 рубля 60 копеек. Если переведем это в рубли, это будет 4,6 рубля. Можно составить уравнение 2х плюс 2у равно 4,6. Эти два уравнения дают нам право на составление системы. Составим систему и решим. Так и запишем. Составим и решим систему. 3х плюс 2у равно 6,6. 2х плюс 2у равно 4,6. У нас получилась система линейных уравнений. Подберем способ, каким будем решать эту систему. Посмотрите, пожалуйста, на коэффициенты кожи, но они имеют одинаковый знак. Поэтому домножим вторую систему на минус единицу. Тогда получится 3х плюс 2у равно 6,6. Это уравнение пишем без изменения. А второй, каждое слагаемое, мы домножим на минус единицу. То есть получится 2х минус 2у равно минус 4,6. Два коэффициента возле у – это противоположные числа. Это дает нам право выполнять метод сложения. Итак, 3 минус 2х будет равен х. 2 минус 2у даст нам 0, не пишем ничего. 6,6 минус 4,6 получается 2. Итак, мы получили уравнение относительно одной перемены и сразу же получили его значение. Поэтому его запишем, возвращаясь к системе х равно 2. И запишем любое из уравнений, которое нам удобнее. Давайте возьмем меньше. 2х плюс 2у равно 4,6. Если мы подставим вместо х 2, то получится, и перенесем в правую часть, получается 2у равно 4,6 минус 4. х равно 2, а у будет равен 4,6 минус 4. Это будет 0,6. И поделить на 2. Итак, х равен 2, у будет равен 0,3. Мы решали систему, поэтому давайте возвращаемся к нашей задаче, к условию. Что такое х? Х – это цена за одну тетрадь. И она будет 2 рубля. Что такое у? А у – это цена за один карандаш. И цена его будет 0,3 рубля или 30 копеек. Итак, ответ. Тетрадь стоит 2 рубля, а карандаш стоит 30 копеек. Мы ответили на поставленный вопрос задачи. Вот подошел к концу наш урок. Сегодня мы с вами, ребята, рассмотрели третий способ решения систем линейных уравнений. Это графический способ. Итак, в нашем багаже знаний появилось 3 способа решения систем линейных уравнений. Этот метод подстановки, метод алгебраического сложения и графический метод. Мы с вами также рассмотрели задачу на составление системы и выбирали, каким же из способов мы можем решить нашу задачу. Чтобы научиться решать задачи, конечно, надо решить не одну задачу и даже не один десяток. Поэтому, если у кого-то что-то пока не получается, вы пробуйте. А в начале следующего года мы обязательно к этой теме вернемся. Домашним заданием вам будет прочитать внимательно параграф 36 и 37, выполнить номера, которые вы видите на экране. Высылать их не надо. Я желаю вам самого доброго и мы встретимся с вами еще в пятницу. Всего вам хорошего!